В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Витнерской детской поликлинике продолжаются ремонтные работы. В этом году нам обещают отремонтировать полностью первый этаж и кровлю. В округе стартовала летняя оздоровительная кампания. Сколько лет вашему ребенку? Моему ребенку 13 лет. В Витнерской школе номер 7 прошла интеллектуальная игра в рамках проекта «Бизнес-инкубатор для молодежи». Мы разработали программу полноценную на целый год, где хотели работать с заинтересованными детьми. С начала года в Витнерской детской поликлинике идет ремонт. И пока работы выполняются в одной части здания, в другой продолжается прием маленьких пациентов. Наша съемочная группа оценила масштабы уже сделанного. Работа в Витнерской детской поликлинике стартовали в середине января этого года. Учреждение попало в проект областного Минздрава поликлиника «Перезагрузка». Капитальный ремонт выполняется согласно единому для всех детских лечебных учреждений «Брендбуку». И вот спустя несколько месяцев помещение уже не узнать. Половина первого этажа отремонтирована уже и планируем, скорее всего, на этой неделе переезжать. В этом году нам обещают отремонтировать полностью первый этаж и кровлю колясочную нашу отремонтировали. Полностью обновлена входная группа, установлены новые пандусы и поручни, выполнен частичный ремонт фасада. Во многих отделениях и холле первого этажа будут обустроены просторные залы ожидания. С диванчиками и игровыми зонами для маленьких пациентов. Ресепшн, здесь будет регистратура. Как вы видите, у нас уже убрана частично мебель, абсолютно новая. Офигенальные столы, шкафы для документов. На первом этаже вскоре откроется травмпункт с отдельным входом. Рядом можно будет сделать рентген и МРТ. Также отдельные входы обустроят в отделениях неотложной медицинской помощи для детей первого года жизни и профилактических осмотров. Мы полностью переоборудовали эту территорию тоже. Сейчас там будет у нас отделение функциональной диагностики, то есть кабинеты ЭКГ, ЭХКГ, УЗИ сердца будет, ЭЭГ будет, электроэнцефалограмма. То есть установили нам кондиционеры. Несмотря на активный ремонт, прием маленьких пациентов не прекращается. Ну а родители с нетерпением ждут окончания работы. С пониманием относятся к временным неудобствам. Это временное неудобство, да, что там закрыли или перекрыли. Зато потом будет чистенько, аккуратненько все. Я только за. У нас уже третий ребенок, мы не в первый раз уже здесь. Ну как бы никогда у нас проблем особых не было. Все специалисты, все вовремя принимают. Второй и третий этажи поликлиники ремонтировать будут также поэтапно, не прекращая прием маленьких пациентов. Ожидается, что все работы будут завершены в следующем 2024 году. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. С 17 мая в приемных правительства Московской области, Министерства социального развития и администрациях муниципалитетов региона прошли личные приемы по вопросам летнего оздоровительного отдыха детей. В Ленинском городском округе за помощью в приобретении путевки в лагерь или на реабилитацию обратились представители разных категорий социально незащищенных граждан. Личный прием жителей Ленинского городского округа по вопросам летнего отдыха детей провела заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Вместе с представителями управления образования, социального развития, культуры и здравоохранения подробно рассмотрела все заявления, с которыми обратились граждане. Сколько лет вашему ребенку? Моему ребенку 13 лет. Он учится в какой школе? Четвертый, конечно. Более 10 человек обратились с просьбой о помощи в организации летнего отдыха. Родителям рассказали обо всех возможностях получения как льготных путевок, так и с частичной компенсацией. Вариантов много, но выбирать нужно с особой осторожностью и заботой. Чтобы выбрать лагерь, вы заходите и смотрите, что в этот лагерь. Вошел обязательно в реестр лагерей, если это Подмосковье и Московская область, или в реестр лагерей, если какой-то смотрите в другую область. Потому что все эти лагеря проверяются МЧС, проверяются Роспотребнадзором. Это гарантировано, что у ребенка будет хороший, безопасный отдых. Участники приема дали пошаговую инструкцию для всех мам, которые заинтересованы в летнем оздоровительном отдыхе своих детей. Подать надо на сайте заслуги МОСРЕК. Если у вас у самой, не любите компьютеры, есть проблемы, помогают подать сотрудники МФЦ. На втором этаже проконсультируют, на первом помогут подать. Все в одном здании МФЦ видно. Особое внимание было уделено летнему отдыху детей с ограниченными возможностями здоровья. Буквально две недели назад детская поликлиника округа получила лицензию на реабилитацию. Группа вот сейчас уже на реабилитацию набиралась как раз в момент получения лицензии недели две. Возможно, еще там есть места вот прямо в эту группу, которая вот сейчас будет запускаться. Но во всяком случае, если не в эту, 21 день реабилитации, то запишетесь на следующий период реабилитации. Помимо реабилитационных центров и детских санаториев, родители могут отправить ребенка в пришкольные лагеря, которые начинают свою работу уже с 1 июня. Малый и средний бизнес активно развиваются в нашем муниципалитете. Этому способствуют организации, поддерживающие предпринимателей. Одна из них – «Опора России» – организовала неделовой форум, на котором встретились представители бизнес-сообщества. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Видновское отделение общественной организации «Опора России» провело мероприятие для предпринимателей, назвав его «Неделовой форум». Неделовая встреча, она всегда важнее. Люди приходят и говорят, а вот мне страшно, а вот здесь может быть это. У нас, знаете, бухгалтер, знаете, юрист, да? А вот этот человек такой путь прошел. И в этой живой обстановке люди понимают, что предпринимательство сейчас не так страшно, не так опасно, что мы защищены. В неформальной обстановке представители бизнес-сообщества могли познакомиться друг с другом и рассказать о своих проектах. Например, собравшиеся узнали об одной из шахматных школ города. Мы сегодня представляем мастер-класс по шахматам, рассказываем о пользе, о важности этой игры в развитии детей. И также показываем азы, даем возможность близко познакомиться с игрой, сыграть. Подобные форумы – отличная площадка для рождения новых бизнес-идей, в том числе и у самозанятых граждан. Такие мероприятия объединяют самозанятых и показывают им, что бизнес – это не тяжело. И здесь они также могут получить дополнительный опыт в развитии бизнеса, получить новые знакомства, коллаборации, и прорекламировать себя, показать себя и заявить о себе. Анастасия Орловой всего 16 лет, но она уже открыла свое небольшое дело – домашнюю кондитерскую. А чтобы в будущем развиваться как предприниматель, девушка планирует поступать в Высшую школу экономики и подкрепить свой талант теоретическими знаниями. Полтора года назад, на свой день рождения, я попросила маму подарить мне курс, живую мастер-класс по приготовлению тортиков. После этого мне стали поступать заказы, и я начала выходить на какой-то доход. Хотя первое время я работала себе в убыток. В программе форума были лекции и выступления экспертов на актуальные темы, которые помогут грамотно построить свой бизнес. Одно из направлений – юридические вопросы, которые лежат в основе любого успешного проекта. Расскажу про топ-5 юридических ошибок предпринимателей, потому что, к сожалению, не все предприниматели уделяют должного внимания юридической составляющей. Вот как раз я расскажу основные ошибки, которые совершают предприниматели, и почему их важно не совершать, потому что они действительно очень негативно влияют на бизнес и способствуют тому, что бизнес теряет прибыль. Мероприятия «Опора России» разного формата будут продолжаться. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновской школе номер 7 прошла интеллектуальная игра в рамках проекта «Бизнес-инкубатор для молодежи». На мероприятии старшеклассники смогли проверить свои знания и представить собственные идеи опытным предпринимателям. Проект «Бизнес-инкубатор» филиала торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа для старшеклассников начал свою работу в Видновской школе номер 5. В дальнейшем к постижению основ предпринимательской деятельности присоединились и другие образовательные учреждения муниципалитета. Мы разработали программу полноценную на целый год, где хотели работать с заинтересованными детьми, которые видят себя в будущем предпринимателями. Но так как мы начали очень ярко, и этот проект вызвал огромный интерес, к нам присоединилась 11-я школа, к нам присоединилась школа номер 7, первая школа, колледж в Москве и институт. В течение года ребята знакомились с основами финансовой грамотности и разрабатывали собственные бизнес-идеи. Еженедельно к старшеклассникам приходили опытные предприниматели, рассказывали, с чего начинали свое дело, какие ошибки допустили и как их удалось исправить. В этом году очень много интересных встреч, которые позволяли ребятам раскрыться, и мы увидели, насколько детям этот проект действительно нужен. Итоги работы программы подвели в 7-й школе. В актовом зале учебного заведения прошла интеллектуальная игра, в которой приняли участие старшеклассники, участвующие в проекте. «Прекрасное событие. Мы как раз узнаем уровень ваших знаний и оценки. Мы сегодня ставить не будем, но какие-то призы и отметки мы, естественно, для себя поставим на будущее». В рамках интеллектуального состязания ребята отвечали на вопросы и защищали проекты. По задумке организаторов, все работы были перепутаны, и участникам пришлось проявить все предпринимательские способности, чтобы защищать бизнес-идеи своих соперников. «Мы рассматриваем такие варианты, как производство микросхем, поскольку это всегда актуально. Конкретно в нашей стране очень слабая конкуренция здесь, то есть мы будем больше монополистической организацией». Матвей Долтов не собирается связывать свою будущую профессию с предпринимательством. После окончания школы планирует поступать в театральный институт. Стал участником программы «Из любопытства». В процессе учебы разработал несколько бизнес-проектов. «Экология никогда не перестанет быть актуальной, потому что в последнее время экология не только в нашей стране, но и во всем мире она ухудшается. Глобальное потепление и другие проблемы влияют на нашу экологию. Если люди не будут ее защищать, то ничего не будет получаться». По итогам игры не было ни победителей, ни проигравших. Главная задача, чтобы ребята проверили свои знания и в будущем удачно применили их на практике. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Команда КВН сборная города Видное вернулась с первой стартовой игры Кубка Лиги Золотого Кольца России. Старт творческому конкурсу был дан в Костроме. Серия игр пройдет в пяти городах Золотого Кольца. В этом сезоне принимают участие девять команд. Члены жюри уже отметили яркое и энергичное выступление видновских КВНщиков. «Мы этот Кубок рассматриваем исключительно как тренировочная база, чтобы в основной нашей лиге, в юго-западной, у нас было больше материала, больше проверенных шуток, чтобы было больше уверенности в нашем выступлении». От игры к игре Лигу Золотого Кольца будут покидать по две команды. Видновские ребята активно готовятся к следующему выступлению. Завершится Кубок в декабре. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.